всем привет в этом видео расскажу об изменениях в правилах дорожного движения это в украине там конечно такого ничего особо не поменялось даже думал не снимать видео но люди в комментариях написали мол снимите про изменения в правилах дорожного движения расскажу омки общем изменения были и на столичном шоссе я еще проезжал и там висят такие мониторы скажем табло которые измеряют скорость на каждый ряд я их кстати раньше не видел а заснял вам покажу а потом выяснилось что они там висят еще с девятнадцатого года а я только увидел заснял такую думал какие-то я не видел раньше что-то новое но там давно уже висит в общем одно из изменений в правил дорожного движения о том что можно рассказать это понятно в украине раньше автоинструктор и таксист имели право не пристегиваться то есть таксист в населенном пункте имел право не пристегиваться это было связано с тем что ну скажем едет таксист они кто-то напал еще что то чтобы он мог как-то остановиться быстро выпрыгнуть из машины чтобы не приходилось скажем остегиваться и автоинструктор естественно при обучении то есть автоинструктор не когда как я еду сейчас за рулем я инструктор я имею право не пристегиваться имел право не пристегиваться когда я сидел на месте инструктора вот здесь да на пассажирском сиденье чтобы я мог реагировать на ученика там где такой-то косяк чтобы я успел там схватить подстраховать и так далее что в какой-то момент момент меня не заблокировал ремень в какой-то ответственный момент. И инструктор имел право не пристегиваться в населенном пункте и в ненаселенном. И внесли изменения, что теперь и таксисты, и автоинструктора должны быть пристегнуты везде и всегда, и в населенном и ненаселенном пункте. То есть такие изменения, которые касаются, по сути дела, только автоинструкторов и таксистов. Это одно из изменений. Еще одно изменение. Теперь по умолчанию, скажем, по полосе для маршрутного транспортного средства имеют право ездить велосипедисты и останавливаться. Понятно, у бордюра. Ехали-ехали, захотели встать, правого ряда постояли возле бордюра. Раньше это было экспериментально. Были такие знаки даже по городу, я видел в некоторых местах, что разрешено для маршруток, знак прямо для маршрутных транспортных средств, и под низом был еще нарисован велосипед и было написано экспериментально. То есть это было экспериментально, они посмотрели, что вроде как все ок, вроде нормально, велосипедистов маршрутки не давят, вроде более-менее, ну в общем и сделали, что теперь по умолчанию, то есть не надо вешать знак, что там велосипедисты, не велосипедисты, все, велосипедисты имеют право ездить по полосе для маршрутных транспортных средств. То есть вот такие изменения еще произошли. Значит, еще одно изменение касается пешеходов, которые идут по проезжей части в ночное, скажем, время, либо в условиях недостаточной видимости, то есть раньше это было как рекомендованный характер, я вам даже сейчас прочитаю, скажем, что они должны выделить себя на дороге, то есть раньше было как, пешеходы должны выделить себя, а при возможности иметь на внешней одежде светоотражающие элементы, то есть как бы рекомендованный характер. А теперь они написали, должны использовать светоотражающие элементы, ленту, наклейку, либо жилет, или быть в одежде, которая имеет соответствующие, ну, светоотражающие элементы, скажем, да, то есть чтобы были какие-то элементы. То есть понятно, что сейчас пешеходы не побежали прям покупать все элементы, да, какие-то наклейки там и светоотражающую одежду, но это опять же в пользу водителя сделали. Ну вот если так взять, то есть представьте, вот выехали где-то, ну не дай Господь, конечно, по дороге и случайно зацепили, кто шел по обочине, никак себя не выделил, и вы его зацепили. И вот в суде где-то все-таки это зачтется, что на человеке не было никаких светоотражателей, не было никаких ленточек, ничего, он себя никак не выделил, то есть его не было видно. То есть это о том, что пешеход должен позаботиться о себе, скажем, да, и как-то себя выделить, чтобы его не зацепили. Ну еще есть изменения, которые ни о чем, скажем, такие, знаете, вот мотоциклисты с боковым прицепом, это мотоциклы, которые с коляской, скажем, обучение, прямо у нас, знаете, столько мотоциклистов есть с коляской, что я прям не знаю, как их объехать, понимаете, ну где они ездят, я не знаю, в селах, там еще пару штук осталось, но это очень редко ты увидишь, и тут какие-то изменения, что раньше относилась эта категория B1, изменилась там категория, а теперь относится к категории A. И раньше обучение можно было на, с боковым прицепом мотоцикле с 18 лет, теперь с 16, ну в общем, тоже живу ни о чем, как бы по сути дела. Но еще одно изменение, которое вам тоже вообще ни о чем, а про учебные автомобили, раньше, если человек обучал, скажем, ну, индивидуальное обучение шло, скажем, отец-сын там, скажем, учи, да, не нужны были дублирующие педали. Теперь на любом автомобиле, кто обучает, должны быть дублирующие педали, скажем, да, инструктора. Вот такие вот изменения, что вот было написано, если автомобиль, то есть раньше было, если автомобиль не использовался систематически для обучения вождения, разрешалось не оборудовать его дублирующими педалями и дополнительными зеркалами инструктора. И теперь стало все транспортные средства, за исключением автобусов, которые используют для обучения, должны быть оборудованы дублирующими дополнительными педалями, если это допускается конструкцией и зеркалами инструктора. Ну, короче, тоже оно вам ни о чем. То есть раньше, типа, мол, можно было, скажем, как-то еще поездить с учеником, скажем, на его даже машине, скажем, пообучать, когда мало опыта, скажем, нет педалей, теперь типа нельзя. То есть ты типа либо нормально водишь и ездишь на своей машине, либо это уже не обучающая езда, понимаете, какая штука. Изменили еще дорожный знак 1.40, конец дороги с усовершенствованным покрытием, то есть был такой со стрелочкой, стал такой более понятный, скажем, машина едет, переезжает там с асфальта на какой-то типа мол-ля что-то белое, он очень более-менее понятный стал. В общем, вы поняли, по правилам особо ничего не поменялось, но покажу вам еще на столичке вот эти табло электронные, и то будет хоть интересней. Кстати, народ, уже скоро Новый год, на это время подарков, и вот Hotline Finance, онлайн страхование решила разыграть под Новый год, 31 декабря они сделают розыгрыш последнего 12 айфона. И вот как раз кто будет сейчас оформляться до 30 числа, все что вам нужно сделать, это при оформлении страховки ввести промокод NU2021, и вы автоматически будете участвовать в розыгрыше, кто оформит как раз сейчас до 30 декабря страховку, скажем, ОСАГО. Причем этот промокод будет давать скидку на любой страховой полис, который вы там оформите на Hotline Finance, 5% скидки, то есть уже по-любому вы уже, скажем, даже если не выиграете айфон, уже 5% скидки у вас есть, значит уже, скажем, не проиграли. Розыгрыш айфона они сделают случайным образом 31 декабря, 31 декабря, опубликуют его в соцсетях. Так что у кого заканчивается полис, заходите на Hotline Finance, оформляйте со скидкой в 5%, автоматически участвуйте в розыгрыше, ну если введете промокод NU21, конечно, да, то есть автоматически участвуйте в розыгрыше, ну и надеюсь выиграете. Ссылочка, как обычно, в описании к видео, я продолжаю дальше. Смотрите, какую классную штуку я нашел, это в Украине, в Киеве, на столичном шоссе. Не знаю, насколько давно стоит здесь, видите, проезжают машины, но показывают скорость по ряду. Если скорость там где-то 80, оно красным показывает, вот видите, 94 кто-то проехал. Я такое не видел, это как в Европе, вот, ну, как слышал о том, что оно есть, естественно, в Европе везде, но вот в Киеве, в Украине я такое увидел вообще первый раз, честно говоря. Вот сейчас я подъезжаю как раз к этому месту и попробую сейчас сверить как раз скорость. Вот на вторую камеру сниму свой спидометр, смотрите. Так, я еду 61, что оно мне покажет? Ну, 60, 61. А ну, давай, 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 ну, показывай же, показывай. 59. А не 59, да, у меня и было. Скорость упала, да, совпадает, четко показываю. Ну, в общем, вот и все, конец видео. Если видео понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Кто же подписался на канал, нажимайте на колокольчик возле подписки на канал, чтобы всегда быть в курсе последних обновлений. Также подписывайтесь на телеграм, подписывайтесь на инстаграм. Ссылочки, как обычно, в описании к видео. Всем спасибо за внимание и до новых встреч. Всем пока!